ну как видать ну ладно ладно я свободен сейчас пришел домой давай ну а все записывается выставляется в интернет вы не против нет я не против хорошо давай пожалуйста вот сейчас очень много роликов в интернете о том что земля наша плоская под колпаком и что твердь которая говорится в библии это вот буквально надо понимать что звезды прикреплены и что космоса никакого нет придумали чтобы деньги выделялись на вот эти всякие космические программы вот и что в библии говорится что 5 раз что земля круг один раз всего шар и что это неправильно перевели в этом месте на самом деле земля плоская а не шарообразная и что масоны нам дурачат голову но можно кое-что доказать и без основана без основания в писании ну допустим человек который так говорит он пользуется мобильным телефоном и интернетом или нет если пользуется нам легче разговаривать пользуется да ну а пусть он объяснит это да как так вот мы находимся но в одной деревне или в одном городе на соседней улице как через стены он слышит а вот спутники но он не верит спутники но должен по-другому объяснять теперь спутник тут все понятно там аппаратура одно на другой передается их там тысячи летают но там это не верит он так как будет объяснять спутники верит спутник то можно над землей над кругом повесил да и все тоже спутнику как спутника это сколько тысячелетий люди добивались тому чтобы попасть в невесомость как она будет и тогда тебя с тобой никто не будет разговаривать а до летчики все ничего не знают самолеты не знают притяжение земли нету вот так можно что-то закончится в дурдоме на валенке жениться также не нельзя должен объяснить здесь все объяснимо теперь он это отрицает такой человек так вот кто создал эти ролики то как раз они то это и делает чтобы на программу и отпущено было денег ну как я буду доказать сначала так скажите вы признаете что есть параллели меридианы если параллели меридианы он признает то признал что есть земля зимой шар а если он не признает тогда пусть определит как если в одном направлении человек идет все время точно по компасу и проходит какое-то время 40 тысяч километров и он возвращается на свое место только с другой стороны как это он станет что никогда никто этого не делал делали пожалуйста колумб это делал колумб колумб и делали не один раз это уже делали многократно если в одном направлении идти вернешься в ту же точку как это он должен на все вопросы ответить что такое меридианы параллели вот тут ему петля такому человеку и будет а он-то почему спроси а почему ты не признаешь как все признают когда господь говорит и повесил землю ни на чем ты если принял теревая теория аристотеля или индийскую ты должен сказать земля стоит на трех слонах слоны стоят на черепахи или на китах другого варианта нету он должен сказать что дальше понимаешь он ответит должен на эти вопросы допустим ну все остальные шарлатаны придумали космос ну а как же 550 космонавтов было как это как куда деть космонавтов астронавтов ну почти 500 в каждой стране сколько их ты только заряди сколько было астронавтов космосе тебе покажут это все до одного люди обманщики и сколько погибло обманщики и там написано из всех стран мира это все обманщики какой он масон допустим гагарин то он ничего не знал майор обыкновенный да он был не майора старший лейтенант ему дали сразу капитана и майора это мы должны тогда уже и масонство забросить там проверяет на десятки раз а этот еще крепкое здоровье верный делу партии все никаких масонов не знали в россии дальше то он должен еще что-то сказать за этим но тогда нам не надо это галилео галилея нам не надо тогда и что там жордана бруна мы даже просто прийти к тому третья книга ездры 11 глава 32 стих вот мы прямо считаем это голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев которые были только то что перевели неправильно то есть где говорится что повесил землю ни на чем да восседает над кругом земным не над плоским квадратом это все неправильно что со мной не сходится с моими мыслями я буду против так постепенно можно дойти что и перевод вообще библии неправильный это очень рисковое занятие если для тебя авторитета нет библии ты остался на распутье ничего у тебя нету еще нету потому что русский перевод синодальный один из самых лучших а может быть и самый лучший во всем мире работали одновременно знатоки еврейского языка греческого древнего латинского арабского это все абсолютно они знали греческий для них как родной был и они перевели неправильно вот это понимаешь о чем ты говоришь допустим герасим петрович павский был учитель царских детей и писал учебники для школ еврейских это какое надо иметь было знать а сегодня таких вообще нету знатоков или хвольстан еврей крещеный доктор лейпцигского университета ставший православным давид аврамович я всегда напоминаю мой разговор с александром менем тот работал с оригиналами у сам еврей я говорю на вы можете переводить как вот хвольстан или папский лавягин там ну перечисляю все да он горит что вы никогда он не переоценивался возможности а мы можем вращаться за перевод который лютер сделал то не знаю переводил один человек а здесь четыре духовной академии и на проверку шло к знатоку языков синод синод проверял все а после синода еще и тогда как патриарх было-то первосвятитель филарет то есть проверка такая была с оригиналом сравнивали и теперь допустим по еврейски так звучит а на это место я на таус проповедь говорил как он понимал это слово вот как смотрели это огромный материал был перелопащен и поэтому русский перевод не один из лучших а самый наилучший сегодня нигде так не переводят чтоб 4 духовной академии а он не признает но это его выбор за этим кроется то что он окажется в пустоте а не верит что земля шар но ничего не меняется он должен ответить на вопросы которые непременно ему за задают а как вот работает мобильный телефон спутники она на одном месте над плоским они нет они именно вокруг идут ты должен признать все фальшивые все во всем мире при том спутники запускает китай и япония какое отношение так масоном имеет вообще дурь тогда какая-то ты должен видеть а на луне сколько их было допустим 35 человек я вчера зарядил это все до одного обманщики так они привезли оттуда грунт а русские туда запустили луноход и просверлил он что-то и привез мы удивляемся тому что давид псалмопевец за три тысячи до полета на луну знал что говорит слово твердо как луна вот откуда он знал что луна твердая а теперь он должен этот человек объяснить вот от чего солнце столько времени не гаснет не просто бог так сделал ну это имеет объяснение да бог так сделал это мы знаем но почему вот эти почему ему уже никогда не ответить он даже не попытается скорость света 300 тысяч километров он должен теперь опровергать что уголь добывают из земли это бывшие деревья которые стали вот такими окаменелыми он должен это опровергать я говорю вот если мы находимся на море я был на корабле иногда бывает тишь гладь ни одной волны маленькие нету от нас уходит корабль высокие матчи там бизайн мачта грот мачта просто высоченные он идет его видать и вот он весь начинает скрываться куда-то а мачта видать она мачта на клотике на вершинке на самой там огни мерцают ничего не видать ни одного огня не топовых огней справа слева там справа зеленые слева красный но куда он проваливается под воду корабль если это шар то понятно шар круглый и дальше уходит и наклоняется и уходит а мачта видна пусть он это объяснит это человек я нахожусь на высоте на высоте ну допустим на останкинской башни сейчас есть прибор за тысячи километров может это проследить что там делается это тоже неправда и они понимают что это за горизонтом за горизонтом и очень трудно было обнаружить подводную лодку надо было в пределах видимости и и быть тогда вся война была не неправильно за этим стоит куча вопросов на которые тот человек никогда не ответит и не будет что это пленение дьявольское что-то ты можешь отрицать а электричество ты не можешь отрицать ты им пользуешься а что такое электричество цех колебания кто видел это обман так можно на все обман этот карман навесить сейчас обнаружены звезды когда скорость света 300 тысяч километров в час и до этих звезд идет свет 35 миллиардов лет цифра не подра ее нельзя даже вычислить какая она есть а как это узнали на как узнали к вот сейчас допустим ломоносов занимался ими узнаешь что на венере там есть то-то то-то такие это металлы как он мог узнать то так они далеко далеко но эти летели сколько сказали а то солнце на сколько находится ну сейчас заряди и посмотри а речь идет о миллионах километрах не два не три а сто да еще и 25 добавят я к примеру говорю а если бы солнце было ближе значит все сгорело бы а если было бы дальше все замерзло бы на этой маленькой порошинке планете земля мы даже бога благодарить что он так устроил что людям дал знания которые раскрыли вот все что здесь делается карты рисует раньше то никто не знал что внутри человека а потом стали делать вскрытие препарировать его находить сегодня вот является основной почти загадкой глаз глаз 700 тысяч там колбочек каких-то нашли на которых отображается экран и должно отображаться только кверх ногами но почему мы правильно видим кто считывает оттуда какой орган не могут знать обыкновенно шмель летают ученые знают подъемную силу мы шмель не должен летать все единодушны говорят а он летает толстенькие такое крылья маленькие как это ты так на каждом шагу будешь встречаться на каждом вот овса глупая ты видел чтобы овцы выполняли какие-то упражнения на где-то на ринге нет а почему она глупая я не дано а медведь на мотоцикле гоняет еще с шайбой шайбой играет вдвое ворот медведи побегают а собака что вытворяет я даже смотрю и мне кажется что это нечистая сила в них как живые я показывал где там вы выступают и она делает то что даже человек не запомнил бы в каком порядке так нельзя ты прежде чем что-то отрицать войти в этот нигилизм отцы и дети тургенева прочитай нигилизм это отрицание атеизм это нуль и достоевский говорил русский человек если поверить в атеизм и он не поймет что то нуль дырка от бублика так вот здесь человек верит дырку от бублика а как он может доказать что сын божий приходил на землю никак только верою откуда он пришел какое расстояние нету а где илья находится где мы ничего не знаем зато вот говорит что взят знаем а где находится не знаем поэтому на все это отвечая слова не знаем мы ставим себя в рамке покорности воли божьей слово божие на что человек какой-то не верит в это его выбор пускай не верит у него много будет вопросов за этим вопросом дети будут приходить из школы будут его спрашивать он не ответить не один вопрос вот который вопрос и я только задал куда девается корабль только мачты макушки видать если это плоского должен быть одинаково виден это ясно что на море в тишину очень хорошо доказывать земля это шар шар а как это так не знаю не знаю я откуда знаю вот тут объяснили повесил земли ни на чем пророк исаи знает повесил земли ни на чем что тут доказывают а раз ни на чем защита нам космическом пространстве на сила притяжения вот солнце тепло которое исходит от него каждую секунду раз-два-три это говорит равна теплу которое необходимо чтобы растопить лед толщиной в один километр вокруг всего земного шара а когда с этими людьми разговариваешь играет и километром 70 тысяч он не понимает что мы как пушинка сгорели бы в тот же день речь идет о сотне миллионов миллионов и тысячи это как припекает еще может удар солнечный получится она доказывать доказать не надо зачем доказывать очевидно истина а он тогда еще что-то будет придумывать не верит не верит значит нету вера не дана а влияет это спасением что я впереди сказал не влияет а что не верит что синодальный перевод правильный перевод за этим стоят другие вопросы он должен искать другой другой а другой он найдет это только свидетели его там все переделали библия она не библия совсем и русский перевод синодальный его издают и католики протестанты это что все ничего не понимают баптисты пятьдесятники адвентисты седьмого дня бар вороны вся пи все эту библию перед синодальный перевод синодальный это прямо говорится не перевод мартина лютера или иронима стридонского это перевод четырех духовных академий 1876 году закончен он был да я разные переводы считал и касьяна насчитывал на пленку никакого сравнения с синодальным даже даже я совершенно не знаком с этими языками я могу сказать даже близко не стояло у нас пренебесный перевод душа моя это говорит душа так я-то не один повторяю до революции издавали только синодальный при советской власти все патриархи разрешала советской власти сдать хоть небольшим тиражом алексей первым у меня такая библия есть дальше а уж дальше тут пимина другие все издавали сейчас кирилл издал все синодальные за рубежом синодальные я говорю где нож католики те могли бы найти у нас изъян нет не нашли наши синодальный перевод он благословенный божий тем более переводчика уже двое канонизированы макарий алтайский архимандрит глухарев и митрополит филарет дроздов к канонизированные повторяю для меня это никакой роли не играет ну для тех кто что-то привязан я им говорю что смотрите они канонизированы отозначает с ними был господь согласно этого какие тут могут быть вопросы я не не знаю даже так может что угодно у меня у володи взять пришли пришел сын из школы то и говорит папа а ты знаешь какой век это какой 21 ну госты смотри-ка то есть он 1000 знает а дальше он не знает а это 21 век он удивленный ребенок он открытие сделал это что а скажи облака почему не падают а теперь куда не доходит когда до горизонта куда не скрываются доходят до горизонта и исчезает нету солнце куда до горизонта доходит куда она скатывается куда если в это время мы позвоним вот сейчас у нас ну утро я сейчас в америку звоню и говорю у вас что они говорят я говорю у нас 9 утра не это у нас 9 вечера да как на одной земле может быть как вопрос за вопросом стоит а я знаю стоит той стороны япония щит принято считать страна восходящего солнца у нее первый час ну и так дальше идет по гринвичу я тут еще не нахожу чтобы доказывать а что доказывают и то что я буду доказывать я уже потерял то что имел я считаю что может человек каждый делать и даже синодальный перевод не признавать таких очень много особенно сегодня но этого его выбор но не найдет нигде чтоб перевод был другого языка пока так говорит патриарх тоже все архиереи русскую библию считают все священники все это все до одного не правы а ты прав не знаю ни одного языка ну как так и как это упрямство упрямо эти лица об этом говорит я сейчас постараюсь еще показать это повесил горит земли на чем сейчас подожди к ты может знаешь где это сейчас мы это поверим узнаем где 3 ездра 1659 словом своим он заключил море среди вод и землю повесил на водах повесил на водах а а еще где сказано на водах то есть под нами вода находится а сейчас мы посмотрим канонические книги так книга и его 26 глава 7 стих он распростер север над пустотую повесил землю ни на чем ни на теперь объясни что означает ни на чем повесил повесил не положила повесил она висит и болтается земля а дальше но сейчас посмотрим еще но сейчас посмотрим пророк исайя подскажет нам надо просто посмотреть так исайя 40 глава 22 стих он бог есть тот который восседает над кругом земли и живущий на ней как саранча перед ним он распростер небеса как тонкую ткань и раскинул их как шатер для жилья значит еще над кругом земли никакого квадрата нету а круг это сверху вот как луна окажется нам круглый и мы знаем что есть обратная сторона и и сфотографировали показали но это доказывает это никак не надо как докажет зачем телефон мобильный интернет это говорит что это есть ты можешь посмотреть что сейчас в априке как это передают все говорят спутник ну а как спутник то он может на одном месте стоять то как и повесили на башню на какую-то нет означает он находится сфере невесомости там 200 300 500 километров и вращается вокруг земли постепенно снижаясь вот и все ответа больше никакого от меня не будет до слава иисусу больше вопроса нет вопроса больше ну спаси хрисус на чем говорили ты знаешь собой я наедине говорил давай с богом как имеющий власть поступай с богом благодарю а